Черезовский пруд на улице Тимакова, как говорится, издревле был излюбленным местом отдыха жителей нынешнего микрорайона Дашкова-Песочня. Еще недавно, по словам старожилов, в водоеме водилась рыба и даже раки, а летом здесь купались как ребятишки, так и солидный взрослый народ. Однако на прошлой неделе горожане обнаружили на поверхности воды всплывшую мертвую рыбу в немалом количестве. В воскресенье 29 сентября и до этого мы все время здесь находили огромные такие рыбины здоровые, но какие-то неестественные, какого-то белого цвета в пятнах. И тут все время ходят люди и как-то сокрушаются, что пруд отравлен. Где-то дней 10 назад, наверное, я вышел сюда с собаками гулять, гляжу, люди носятся с большими сачками, что такое, подхожу, а они тут, рыба, так, на воде пена, вот такая белая вся пена, да, вот ее, вот, запах этот неприятный такой отдает, и рыба ошалелая вся к берегу подходит. Местные жители говорят, что Черезовский пруд входит в целый каскад водоема в этом микрорайоне Дашково-Песочни. По их мнению, отрава, люди в этом не сомневаются, была химического происхождения, и сливать ее могли и в соседнем озерце. Потом знаете, что тревожит? Что если эта рыба подохла и не вся всплыла, то это же будет все на дне, и это будет тоже некрасиво и чревато для наших купальщиков, хоть тут и написано, не купайтесь, да, запрещено, но детвора купаются летом постоянно. Потом уже вообще не обнаружишь, кто виноват, и... Ну, самое обидное то, что вот здесь вот две школы, 67-я и 63-я, и вот такое вот напротив них происходит. И как потом детям объяснять, что надо говорить про роду? Впрочем, на тревогу местных жителей ответили и в администрации Рязани. В официальном ответе сказано, что в пруды было сброшено красящее вещество неустановленного происхождения, что характеризуется почему-то как факт вандализма. Из-за него нарушено качество воды. На следующей неделе планируется провести лабораторные исследования, и после этого специалисты постараются вернуть качество воды на прежний уровень. Также подготовлено и обращение к правоохранителям. Поймают ли нарушителей или нет, пока непонятно. Ясно одно, рыба в Черезовском пруду появится не скоро.